У меня тут нештатная ситуация. Что с тобой случилось? У меня тут буквально нештатная ситуация от Нетфликса. Это если с сильнейшей натяжкой можно сказать, что это аниме. То есть, это вот... Почему пришелец из другого мира? Это даже не про сюжет. Это про сам фильм. Вот ты только что сказал, что есть кино, которое как будто выросло в мире, которое нет из Эйнштейна. А это кино пришло из бира, в котором нет аниме. Ну вот смотри, написано аниме сервис. Может быть в этом мире слово аниме обозначает что-то совсем другое? Да, вот именно что. Короче, прежде чем вы начнете кричать и хвататься за глаза дальше... Это сериал, да? Там сколько серий? Да, да. 8 серий по 30 минут, 1.45 последняя длина. Это на Нетфликсе. Они немножко все разной длины, как на Нетфликс позволяют себе делать неравномерные по длине серии. В общем, прежде чем начнете кричать и хвататься за глаза и за дизайнов персонажей, скажу, что дизайнер персонажей великий Иситака Амано, который нарисовал все постеры к Final Fantasy и вообще величайший японский художник. Это по картинке видно. Явно постер нарисован Амано. Да. Оптинг, кстати, совершенно такой, как современные сериалы европейские идут или американские какие-то. Вот видишь там, чарктер дизайнера Иситака Амано, кроме шуток. То есть, главные все люди японцы, но музыка, величайшую речь Сакамото здесь. Это просто выносит воск, потому что как бы совершенно не ожидал, кто тут, какие люди, что называется, пришли. Но ты уже ориентируешься на какой-то подвох. Очень большой подвох. Тут Сунока Продакша великая, которая 40 лет уже в с лишним эфире, что называется, аниме делает. Называется он exception, то есть нештатная ситуация по-русски. То есть буквально это исключение, да? Но, наверное, можно и так назвать. Кратко о сюжете. По первой серии наброшу, потому что дальше я не хочу, потому что это детектив, я его не буду спойлерить. Вы же хотели бы спойлеров? Первая серия вообще называется мисс-принт, неправильная распечатка, да? Ошибка. Говорит, далекий космос. На корабле, похожем на гигантскую рыбу, вы видели в первых кадрах, просыпается экипаж. У них есть задача. То есть они постепенно как будто выходят, просыпаются. У них есть задача подготовить планету к прибытию корабля со спящими колонистами, терраформированию. Главную героиню вот это вот. Не главный, в смысле, одну из пятерых. Это очень камерная вещь. Вот одну из пятерых экипажей, ее зовут Нина, например. У нее русское имя Нина, да. Их зовут, в общем, Нина, Мэг, Оскар, Петти и Льюис. И вот они постепенно там все размораживаются. На самом деле не размораживаются. Те то, что экипаж не разморожен. Живые существа не переносят гиперперехода. А им надо было быстро прилететь, чтобы подготовить планету к заселению. А что еще Нина, грузинское имя? Что-то ты, я не жынете, я нацепился, да. Да, я знаю, нет. Но, скорее всего, это же тоже, ну, просто, они тут все американские, английские имена там. Знакомые имя, скажем. Оскар, Петти и... Да, Нина, да. Но они такие полуевропейские, из-за европейской фантастики взятые, скажем так. Ну, в общем, люди не выдерживают гиперперехода, поэтому все, кто здесь есть, напечатаны эпилогическим 3D-принтером. Они его называют чрево. Ну, по сути, потому что их рождает, как бы, напечатывает. А записаны в них данные из настоящих людей, которые постепенно плывут сюда, вот на корабле поколений, в спящем виде. Там даже в диалогах есть совершенно потрясающая фраза, типа, говорит, какая хорошая печать, даже узоры радужки получились, как бы, как надо. То есть они не совсем люди, а дубли. Восстановлены, как они сами говорят, из бэкапа. Только еда у них не очень, ну, потому что принтер что может, то и печатает. Дорога еще очень длина у реальных людей, у них еще есть время, они должны доделать планету, а потом тоже заснуть и дождаться прибытия основной команды. Вот это у нас Оскар, один из тоже. Чумовой совершенно персонаж. Он там проявит, ох ты, кариес пропал. Вообще, они себя чувствуют гораздо моложе, потому что они как бы заново напечатаны, и у них все болячки пропали. Они помнят свои воспоминания до сканирования, поэтому все так и происходит. Ну, в общем, только вот с Льюисом, которого печатали последним, как-то получилось, как бы сказать, нехорошо. во время печати Льюиса происходит системный сбой, ошибка. Там вспышка на местном солнце, и вместо человека рождается на свет ужасное чудовище. Такое, не чужое, но как бы наоборот, как у Амана бывает, такое готическое, с когтями, с рогами, лучших традиций. Монстры с финалки, одним словом. Да, да, потому что это Ситака Амана. Но это, наверное, тут даже комплимент, он в фильм из-за влияния Амана такой немножечко готический весь получается. Ну, это на самом деле не приключенческие бои, где бы они сейчас бегали и кричали, и спасались от чудовища, лучших традиций, чужих. Вот, кстати, вот оно, чрево, вот он так выглядит. А такая хорошая, реально очень умная фантастика из как бы вот действительно с 70-х годов выглядящая. И вместо бегания по кораблю, в общем, они начинают думать, насколько вообще этично убить вот этот неудачный экземпляр и пересобрать заново. С одной стороны, это человек, то есть, потому что они, пусть и ущербны, а с другой стороны, это как бы убийство, то оно убийство есть по-любому, и это как бы нельзя. А с третьей стороны, они напечатанные клоны, и у них нет души, в общем, как они сами говорят. То есть, это существо, пересобранное заново, из того же биоматериала, будет тем же самым Льюисом, которого они вот так неудачно потеряли. Ну, в общем, они посылают, вот, Нину с тремя шприцами. Там вообще все очень подробно расписано, как-то все делается. Сейчас я найду, тут есть кусочек, или я уже промахнул куда-то попыткой. Я вообще старался не использовать, при этом сильно не скринил прямо вот по сюжету ходы. Да, они вот тут еще пока изучают это чудовище, они пришли увидеть, что там происходит. У них, кстати, 3D-принтеры повсюду, вот чашку кофе, напустим, он делает там, они пьют кофе. То есть, технология печати у них вполне освоенная. И, сейчас я пытаюсь просто, да, у них тут есть воспоминания, детство, потому что они что-то помнят о своей прошлой жизни, и это все как бы хорошо сделано. И вообще очень как, она даже не неспешная, она очень бодрая, она хорошо сделана, фантастика. И вот Нина настоящая разговаривает, стой, смотри, говорит, ты, наверное, его уже помнишь, потому что это моя любимая детская игрушка, и она действительно с ней тут тоже напечатана. И вот она готовит эти шприцы для убийства монстра, то есть там это снотворное, релаксант, мышц и, собственно, яд. Но, как обычно, что-то идет не так, потому что чудовище просто настолько мутант, что на него снотворный релаксант просто не подействовали. Они немножко борются, и монстр просто убивает Нину во время драки, сворачивает буквально и шею, и в результате все идет вообще не так, как планировалось. Все в ужасе, в шоке, потому что надо что-то делать. То есть монстр из синего пламени выходит, куда-то сбегает. Ну, в принципе, кажется, что сейчас будет чужой, но нет, там все вообще не так. То есть это каждая серия, она такой перевертыш, она каждый раз все ставит с ног на голову в следующий раз. В результате они... А монстр, он же разумный, да? Да, да. Там они даже, кстати, интересный момент объясняют, что поскольку печать начинается с коры головного мозга, то есть первые данные ему передали заново, значит, у него разум человека нормальный. Ошибка пошла, когда ему начали спиной мозг печатать и так далее. Поэтому, в принципе, у него голова-то как бы должна варить. Они это тоже рассуждают, и, в принципе, это так оказывается правдой, потому что там есть абсолютно отличный эпизод с этой, как это был в «Одраках во Вселенной» галереи «Сюрприз», да, когда там можно переключать эпизод, там монстр пробегая случайно здесь задевает кнопку, и не включается готический замок, там он достает меч, на самом деле это кий от бильярда, просто он здесь выглядит как, вот кий, выглядит как меч, и он там пытается с ним бороться в готическом замке. Это очень омановский такой совершенно эпизод внезапный. Это красиво прямо поставлено. И, в общем, Нину они относят в чрево, которое вполне философски оказывается не только колыбелью, но и могилой для них, как они сами рассуждают, и создают ее заново. То есть появляется такая Нина 2.0 или даже 3.0 в конечном счете. И начинается, как бы сказать, такой космический даже детектив больше, чем что-либо еще, потому что меня вообще восхищает, насколько это не похоже на аниме совсем. Выглядит как что-то прилетевшее из параллельной вселенной. И оно очень напоминает какие-то образцы советской, наверное, фантастики. Да Солярис по описанию напоминает. Да там оно дальше идет. Они как бы Солярисом не ограничиваются. Интересно, что очень много китайских имен, я так понимаю, совместно с Тайванем это делали. То есть все ведущие люди японцы все, что делали технически, делали на Тайване. То есть анимация, вот это все. То есть такое совместное производство. Но в целом считают, что это как бы японская вещь. Сколько вы, видишь, писали на тохо все, и звук, и так далее. Композитор, исполнитель, дирижер Ричи Сакамото. То есть прям вот вообще. Это уже не конец, я просто титры там хотел показать. Все, Юдзу тоже очень странно, у него почти нет. Он в основном занимался 6G продакшн компьютерной графикой. И тут вот внезапно выстрелит с такой вот одной большой вещью первой своей. И дальше они печатают еще и такого запасного Льюиса. То есть раз этот забежал, надо же, все-таки нам инженер-то нужен. Они печатают второго Льюиса запасного. А Монстр пишет help. То есть они понимают, что он немножечко, скажем так, разумный. И жрет еду где-то там. и все превращается в какие-то классические игры людей в закрытых помещениях, как бы это сказать. Паранойя, предательство, какая-то супербомба украденная, которая предназначалась для терраформирования. Теперь ее хотят грохнуть об корабль, что называется. А теперь пошло не так и все такое прочее. Никому нельзя верить. При этом если что-то пойдет не так, на самом деле, то ведь и миссия будет под угрозой. И все время образуются какие-то союзы, у каждого есть свои поводы это все сделать. То есть это и детектив, и переодевание, и там перепечатка некоторых личностей перемешивается. И все это в таком очень необычном антураже, камерном. Причем, ты видишь, стилистика крайне необычная. То есть аниме это язык назвать, наверное, нельзя просто, невозможно. Причем оно, если вот проникнуться, оно реально крутое. То есть хорошо сделано, очень умная фантастика, то есть прямо сюжет без особых дыр, и он дико интересный. Там вот дроны, которые летают под планетой, осваивают ее и так далее. Там много-много очень интересных, красивых образов. То есть она слегка еще и романтическая фантастика, как знаешь, иногда советская была такая. Люди как боги, Сергей Снегов, такой немножечко выше, чем просто прикладная попытка победить монстра. А тут прямо вот, ну, видишь, какая красота просто во всем простакивает. Очень красивые кадры есть, постановщик прямо вот удался. Она такая, намеренно такая акварельная стилистика. Хорошо прямо сделана. Я не ожидал от себя, что мне это вообще понравится, что аниме от Netflix может быть нормальным, но, наверное, оно нормально только потому, что абсолютно ненормальное. То есть оно совсем не похоже на то, что можно было бы рассчитывать. Из-за этого от эффекта неожиданности я вот так с уронившей челюстью и посмотрел все восемь серий, потому что оно прямо там еще и нормальный сюжет, у них очень хорошо прописаны тонкие диалоги. Это все связано со сценаристом, о нем я сейчас скажу чуть дальше. А это законченная история или там заявка на продолжение тоже? Нет, там, по-моему, вообще невозможно продолжать. Это прямо, знаешь, вот как прочитал большой фантастический роман целиком. От и до, как бы законченный. То есть дело в том, что автор сценария, он ненавистник Ранобе, он, наоборот, как бы любит классическую прозу, такую хардкорную, фантастическую и сам ее пишет. Он даже зашел на Ранобе территорию и порвал всех, занял первое место в Ранобе. В общем, было и такое, я сейчас скажу. Я прямо даже дальше из следующих серий кадры страшно стоять, потому что там просто спойлеры начинаются. И это все очень, на это советские мультфильмы, вот эти вот, «Скармички пришельцы» по Стругацким, например, был такой. Вот он прямо стилистикой чуть-чуть напоминает такой, знаешь, вот такой стилизованный под плакаты. Абартимай, знаешь, когда состоится встреча? Смотри. Вот так. Это 81-й год, мультик называется «Космические пришельцы». Авторы сценария тут были Мариант Качев и Аркадий Стругацкий, между прочим. И стилистика прямо очень напоминает мне вот эти черные шары там какие-то и все вот это. Но интересно, что их Стругацкий попросил убрать из титров, потому что сильно переначали сюжет, и поэтому «Космические пришельцы» он подписан режиссером фильма. В целом, как бы местами что-то как-то очень сильно похоже все это. Не знаю, чем-то вот какой-то тут не только что-то именно плакатность какая-то во всем этом есть, но она как-то очень сильно пересекается с тем, что я посмотрел в конце 2022 года на Нетфликсе. Это просто поразительно. То есть, это вот детали советской фантастики, видишь, такая вот характерная постерность и акварельность, она тут прямо вот... Не, местами, конечно, фильм прекрасен, «Космические пришельцы». Рекомендую, ссылочку я дам на YouTube. Это, наверное, самая геометричная анимация, которую мы видели за этот год мультура. Да. Интересно, что вот этот фильм я единственный раз по телевизору видел, вот «Космические пришельцы» старый, 1981 года, почему? Я просто мне он очень напомнил, даже не сюжетом, а вот именно атмосферой, наверное. передача «Очевидно невероятная», которую вел Капица, великий ученый, да, и там его показали, и я еще такой, нифига себе, какая у нас фантастика есть, и больше никогда. Потом уже нашел, уже потом, вот в эпоху интернета. И что-то «Автосценарий» и «Шиссер Соловьев» написали, то есть... А еще, а еще вот эта вся вот эта нештатная ситуация очень напоминает дизайн им персонажей. Я понимаю, что это Амана, но еще и был такой в журнале «Техника молодежи» в 80-е годы художник Евгений Катышев. Вот он в свое время иллюстрировал много того, не такая очень графичная стилистика, он там вот... Я, собственно, учился программировать вот по этой серии текстов в журнале «Техника молодежи» «Путь к земле», там они... Полет... Перелет с Земли с Луны на Землю с помощью микрокалькулятора программирован. То есть это уроки такие программированные. И вот эта стилистика его прямо вот мне очень сильно напомнила то, что я сейчас увидел в исполнении Амана. Я прямо поражаюсь. Ну, да. А постеры, кстати, вообще выглядят так, как будто его не Амана рисовала, а Юрий Норштейн. Смотри, автор «Ежка в тумане». Ну, почему-то... По мне себя Амановский. Ну, Франческо, я... Ну, может. Да. Ну, вот официальный постер у них вот так выглядит. Он как бы ни о чем не говорит вообще. Потому что, видишь, совершенно другая. Здесь слово «анимо» пропало из-за анонса вначале. Не анонса. Да, и по-моему, даже дата сменилась. Автор сценария Хиротака Адачи, псевдоним у него Оцуичи. Он... Ранобе не любит... Ранобе не любит за легкомысленность, потому что сам пишет такую классическую прозу, я уже сказал. Вот он зашел один раз на территорию Ранобе и... Подожди, это же год, конечно. Это не Ранобе, это манга. Это манга по мотивам Ранобе. Это манга, которую у нас обозревал Никараев, на Такуру есть даже рецензия на год, но это манга-версия, это его самая популярная вещь в виде книжек. Так и Козерог же, у нас же на нашем канале есть мой друг Козерог, манга, тоже по сценарию от Суити. Да, очень забавно. Знаешь, как его жену зовут, собственно, Хиротака Адачи? Его жену зовут Тамоя Осии. Да-да-да. Угадайте, кто она. Дочка Мамора Осии. Дочка Мамора Осии. Вот он в следующем году, поскольку с ней познакомился, снял ее даже в кино в своем, то есть он еще и режиссер Адачи. Они однажды монтажер фильма «Призрак в доспехах. Невинность» пригласила Адачи посмотреть на студии, как делается звуковой монтаж фильма. А Тамоя была одним из сценаристов фильма. Они тогда вот спустя много лет воссоединились с отцом, потому что он после развода ее долго не видел, и она вот как раз вот вместе с ним работала, и это было такое воссоединение семьи. И, грубо говоря, увел. И женился на следующий год от дачи на ней. И сейчас уже ребенка растят. В общем, вот эта Адачи, «Невинность», вот на ней они и познакомились. И там даже, собственно, ее даже рисовали в аниме в каком-то, потому что там привет передавали Асии тоже. Это другое. Вот у него еще вот есть вот такие... У него псевдоним вот Суичи, вот этот вот еще один. Все такие вещи у него очень мрачные и кровавые. И, кстати, Несклик с ним явно продолжает работу, потому что в этом году, скорее всего, есть только ранний анонс. вещь называется... Господи, как он там? Я и мутант. Я забыл сейчас, секундочку, я пытался найти... Ну, выглядит... Мой демон. Мой демон. Угрожающий, как все его кофинки. Май демон. Май демон. Да, мой демон. Вот готовится вещь, сейчас пока только первый анонс. Вообще, он отдача, он же автор сценария летнего призрака. У тебя пропал твой звук. Почини, почини, почини. Меня не слышно? Слышно? Не слышно? Раз, два, три. Сейчас. У меня есть? Нет? Вот, у нас все сломалось. Так. Я тебя не слышу. Плохо. А публика слышит почти Нес? Вот так и я. Должно быть. Алло. Раз, два, три, четыре. Очень странно. Раз, два. Ну, рассказывай, а я сейчас попробую наладить. Так, я вижу, что я передаю сигнал, по крайней мере, да. Тогда давайте, если меня слышно, меня слышно вообще там, тогда я продолжу. Отдачи еще делал, кстати, автор сценария летнего призрака, который Валерий рассказывал в 22-м выпуске нашего великолепного шоу, вот этот Summer Ghost, это тоже отдачи сценарист. И еще делал Остров забвения, Харука и Волшебное зеркало, который, по-моему, тоже его сценарий. Так что, пока про его новую вещь ничего неизвестно, но в целом, как бы, автор крайне необычный и довольно тяжелый, скажем так. Про художника-постановщика мы уже говорили, что это великий Ситака Амана, который, вот, не раз вспоминали, автор всех Final Fantasy, так что, тут он прямо вот, для аниме, он не так часто, скажем так, делает дизайн, и это очень необычно. А композитор величайший, Рич Сакамото, главный японский кинокомпозитор, наверное, всех времен, и он еще Крыльям Ханамис когда-то музыку писал, то есть, отлично было у композитора задание написать музыку другой планеты, другого мира, другой истории. Это прямо вот интересно. Что характерно, к фильму граммпластинка двойная выходит, видишь, саундтрек Нетфликса, Эксепшн, Трич Сакамото, прямо вот, двойная граммпластинка с саундтреком сразу видно, что Лапшин родился в, когда? В 70-х годах прошлого века. Ну, потому что слово граммпластинка выдает сразу дядушку. А как надо? Пласты? Говорить, как говорили в 80-е? А виниле саундтрек. Граммпластинка это какой винил? Вот у меня коврик для мыши винил. Ты еще скажи, что такое для тебя лавандовый раф? Что для тебя? Для меня... Ой, я, кстати, знаю человека, А для меня УАЗик. Я знаю человека, который ищет рафа, который дал название этому напитку. Что-то, кстати, последнее время... Ты меня обратно слышишь, я смотрю. Да, я обратно слышу, я все, я больше не сбиваю, извините, мы это потом из отдельного ролика мы это все вырежем. Про Ричи Сакамото только обидно, то, что у него сейчас вышел буквально на днях последний альбом Ричи Сакамото, 12 называется, у него опять спустя 10 лет нашли рак, и у него он в тяжелой форме, прогрессирует, так что неизвестно, сколько еще с нами Ричи будет. Так что вот еще одна вещь с его музыкой неожиданно, вот этот очень необычный аниме, назовем это аниме-сериалом, потому что это сложно. Японская анимация все-таки. Совершенно поразительная вещь, и вот если кто-то выдержит эту необычную графику, то будет вознагражден интересным сюжетом и моральными какими-то дилеммами и такой здоровой альтернативой всему, то есть это совсем не аниме, оно похоже на сумки моего знакомого дизайнера и вообще просто как-то просто совсем не то, что ожидаешь. Много такого смотреть не стоит, но вот это прямо штучная, захватывающая вещь с таким красивым трагическим финалом. Такой крепкий, научно-фантастический детектив старой школы. Поэтому вот, собственно, я стараюсь без спойлев, я реально дальше первой серии не рассказывал, потому что там каждый раз какие-то неожиданные повороты, повороты сюжета, повороты отношений между людьми, это прямо такое как вот в хорошем фантастическом большом романе происходит. Такой не вот это нет вот этой легкомысленности Рано Б, это именно такая тяжеловесная немножечко классическая проза, которая переведена на язык анимации в совершенно каком-то очень нестандартном ключе, вот таком. Это он местами узнаваемый, но он тоже не из этого времени, он с каких-то 70-х, 80-х годов как будто пришел сюда, в этот мир, и это просто удивительно. Я так сидел немножко шалевшим, потому что я не очень верил своим глазам, подумал, может, я понимаю, что 4 часа ночи, я вот сижу, смотрю, и, наверное, я, наверное, сплю, потому что не бывает такого аниме, нет, не родилось оно, нет, вот родилось, существует, на Нетфликсе лежит, и сам поражен. Видите, от Нетфликса бывает польза. Да, то есть, может быть, на Нетфликсе лучше заниматься именно такими вещами, штучными, которые вот такой авторский произвол, очень нестандартный, который совершенно не похож на то, что может быть в анимации, потому что аниме у них обычно не очень получается, зато то, что они делают, как бы вот, давая авторам волю, у них получается необычно. Так что, вот такая вот страннейшая вещь называется, вот, нештатная ситуация с Эксепшем Нетфликс вышел в конце полного ноября, то есть, совсем недавно. И с Рючеса кому-то, если так, Амана, это прямо вот неожиданно. И молодой автор, который кроме графики в принципе особо ничем не занимался в режиссерах. А помнишь, гуляет такая шутка, что у Нетфликса есть какая-то нейросеть, которая в рандомном порядке подставляет имена всяких знаменитостей, больших писателей, больших художников, а вот соберем такой сериал, как Кубик Рубика. Вот похоже, что так, смотрите, кого взять? Ну, конечно, Амана, да? Кого мы еще знаем? А музыку кто будет писать? Ну, конечно, Рюческомод, кого мы еще знаем? Знаешь, опрос дедушек-бабушек провели, те им назвали. Очень необычно получилось, но вот в этот раз прямо лайк за качество сценария, потому что получилось красиво, трагично, и вот, конечно, музыка божественная абсолютно в конце, то есть пронзительная тема вот эти вот Амановские, Амановские, Скамотовские, они хорошо прямо легли на фильм. Редактор субтитров А.Семкин